В основном все уходит на питание, на квартплату. Люди не работают, еще и деньги платить. А устроиться сейчас... А устроиться никуда невозможно. Как по мне, самый справедливый выбор, как и всегда, как они всегда и были. Ну, я буду говорить, как знаю, за госпредприятие. Я вижу, что то, что было обещано, не выполнили. То есть была в основном зарплата обещана людям, то, что они хотят услышать. Вот, поэтому они не выполнили он. Ну, конечно, свежие силы во власть должны. У нас в стране стало, скажем так, хуже жить. Почему вы так думаете? Потому что у нас нестабильная ситуация. У нас постоянно скачет курс доллара. У нас появилась безработица. У нас люди сократились рабочие места. У нас у многих сократилась рабочая неделя. Прихоноритесь вы премией Светланы Алексеевича Нобелевской. Я очень горжусь ей. Во всем мире ее знают, ценят. И мне очень жаль, что в моей родной стране о ней никто даже не знает. И что на самом высшем уровне наш президент даже не поздравил ее. Это безобразие. Ну, не важно, что там Европа. Старый свет. Содом и Гамора. К тому, что мы некая такая краина изгой отрывалась. И так, что мы заховали такие обломок Советского Союза. И нас так и разглядает некий архаизм такой. И цивилизованный свет до нас невельный. Добро ставится, на жаль. За народ судолюбивый. За свою независимость. Я думаю, каждый этот чувствует это. Я бы не хотела, чтобы нам управляли американцы. А российцы? Российцы. А мы же были с россиянами. Я не думаю, чтобы очень было плохо. Я за единую Украину. И за то, чтобы Украина нашла свой путь. И чтобы Россия свой нос даже туда не всовывала. И не лезла со своими раскладами. Ей нужны нищие вассальные страны.